Привет, мои юные любители скриптинга, и с вами наконец-таки я, Дарк Пиксель. Вот, наконец-то, спустя огромное количество времени, как я обычно начинаю видео, я решил записать новое. И вы не поверите, наконец-таки я решил заснять видео про Клео. Да, вот, после того, что я наснимал всего про C++, наконец-таки дошло время и до Клео. Итак, помните, я снимал видео про хуки, я очень много говорил, что наконец-таки я снимаю это все хуйню, потому что я вас научу ставить хук, научусь с ним работать, я снял два видео, показал примерно, как вообще все это устанавливается, но не показывал подробности, которые стоило показать. И вот, наконец-таки я вас приветствую на третьей части туториала по хукам, в данном случае на Клео. Ну, естественно, хуки везде одинаковые, хоть и на Луа скриптинге, хоть на C++ и вообще где угодно. Они везде одинаковые, просто синтаксис разный, это уже зависит от языка программирования или скриптового языка. Окей, значит, я написал огромный код, огромный. Ну, это, конечно, все не считается, потому что это все закомментировано, это я сделал ради нашего удобства, чтобы вам все это попытаться объяснить, просто все показать, простым языком объяснить, а не каким-то замысловатым. Как я обычно это все и делаю. Так, ладно, вы, наверное, уже все забыли, ну, после такого времени большого. Ну, сейчас постараюсь освежить вашу память. Ну, что ж, давайте приступим. Значит, что я сегодня буду вам показывать. В прошлых двух уроках я вообще рассказывал, что такое хуки, что это такое вообще, для чего они нужны. Рассказывал, как их устанавливать, рассказывал, значит, как их перехватить. Но, по большому счету, я с хуками ничего не делал. Я просто их перехватывал, получал их название, который пришел какой-то хук, какой пакет, RPC или что-то еще там. Но больше я вам ничего не объяснял, как я уже говорил в начале видео. Значит, сегодня я вам буду все показывать. В данном случае, сегодня, на третьем уроке о изучении хуков в Клео, я вас научу считывать данные из входящих пакетов. Делается это достаточно просто, но здесь есть такие тонкости, в которые в свое время, когда я изучал хуки, я с ними очень долго боролся, потому что я вообще не понимал, как и что устроено. Для меня было это очень все сложно, спросить я практически ни у кого не мог, потому что либо мне никто не отвечал, либо все были заняты. В общем, было не до меня. И я пытался все это как-то сам изучить. Ну, вот, короче, теперь я делюсь своим опытом с вами, с моими зрителями. Значит так, ну давайте я не буду много демагогничать, быстренько покажу, объясню. Ну, естественно, видео, наверное, будет длительным, так что можете налить себе чайку, но не забывайте внимательно слушать, потому что тема достаточно сложная. Как я уже говорил, хуки – это непростая тема, она достаточно сложная, и при этом она очень важная. Так, значит, давайте приступать. Значит, как обычно, Клео начинается вот с такой, ну, с таких скобочек. И, кстати, я часто заметил, что в моих видео, особенно в первых самых, часто пишут комментарии, типа, какого хуя у меня эта хуйня не компилируется. На самом деле все очень просто. Многие люди вот эту скобочку, да, вот эту, путают с обычной скобкой. То есть это не такая вот скобка, это вот такая скобка. Вы не путайте их. Иначе у вас нихуя не скомпилируется, и Саня Билдер будет вопить. Типа, ты долбоёб, ты поставил не эту скобку, а, естественно, люди этого не понимают, они не понимают, какую надо скобку ставить, и, короче, забивают на скриптинг и вообще шлют всех нахуй. Так делать не надо, надо делать всё правильно. Делайте вот такую скобку, и вас всё будет заебить. Идём дальше. Дальше у нас идёт обход 0BE2. Данный обход позволяет нам установить исходящий хук на пакеты. Значит, как я уже говорил, бывают RPC, бывают пакеты. В данном случае я буду показывать пример на пакетах, потому что пакеты – это более сложная тема. Если вы научитесь хукать пакеты, то вам будет очень просто хукнуть любой RPC. Значит, я, в принципе, расписал весь код, расписал достаточно понятно. Думаю, даже человек, вообще не шарящий в скриптинге в любом, не имеет смысла. SKM скриптинг, ну, к леву не буду говорить, да. Там C++ или же Lua не имеет смысла вообще. Так, значит, давайте я вам буду просто читать. Если будет как-то сложно написано, хотя здесь очень просто написано, я вам расскажу как-нибудь по-другому. Значит, устанавливаем перехват исходящих пакетов. Это делает обкод 0B-E2. Он имеет один параметр. Это параметр, здесь указывается, собственно, метка, в котором будет, собственно, работать хук. После установки хука, то есть обкодом 0B-E2, данная метка будет вызываться автоматически, когда будет приходить любой пакет. То есть будет, правильно сказать, не приходить, а будет отходить от вас, наверное, как-то так. То есть обкод 0B-E2, он хукает не входящие пакеты, то есть не который сервер присылает вам, а который вы отсылаете серверу. То есть вы играете, да, там же, например, бегаете по карте. Это все синхронизируется, правильно? А как это синхронизируется, вы спросите. Вот, например, когда вы сделаете какой-нибудь шаг, например, да, вы отправляете пакет сервера на том, что ваша позиция изменилась. Все это находится вот в этом пакете, но об этом чуть попозже. Вот. Таким образом вы это все хукаете, и это делается все вот так вот просто одним обкодом, который имеет всего один параметр. Параметр — это метка. Название метки может быть абсолютно любое. Я привык писать о пакет, о — это outcoming, то есть исходящий. Ну, в переводе с английского на русский. Следом идет обкод 0B-E2. Данный обкод ставит текущий поток скрипта на паузу. Более простыми словами, этот обкод ставит клео скрипт на паузу, чтобы дальше скрипт не шел. При этом команды хуки, команды и хуки продолжат свою работу. Думаю, понятно, я здесь описал все, что делает данный обкод. То есть если после вызова данного обкода с параметром 0, 0 — это отвечает за то, что нужно остановить именно текущий скрипт, то есть скрипт, в котором вызван данный обкод. И после того, как этот обкод выполнится, скрипт вот сюда не пойдет. То есть он будет остановиться вот здесь и просто будет ждать до бесконечности, пока его не воспроизведут. Естественно, его воспроизводить мы не будем, потому что нам это нахуй не нужно. Нам нужно, чтобы работал хук. Как я уже здесь написал, что при паузе скрипта хуки и команды продолжат свою работу. Думаю, с этим все ясно. Эта часть нашего скрипта ясна. Давайте представим, что у нас установлен хук на исходящие пакеты и скрипт стоит на паузе. Что происходит дальше? Дальше хук ждет, когда мы отошлем серверу какой-нибудь пакет. В качестве примера я буду хукать пакет нашего игрока. Это один из главных пакетов, пакет PlayerSync. В нем хранится все, что происходит с вашим игроком. Например, это скорость бега, ваша позиция, ваше здоровье, анимация и так далее. Даже там синхронизируется вплоть до нажатых клавиш. То есть все эти параметры вы можете хукнуть и все это вы можете изменить. В качестве примера я буду сегодня не изменять данные, а просто их читать. То есть я буду знать, что отправляется серверу и выводить данные в чат. В принципе, считывание данных от записи данных в хуках, они очень похожи. Если вы научитесь читать данные, то таким же способом вы сможете их изменять, то есть записывать новые значения. Значит, давайте начнем разбирать наш хук. Он не очень большой, но вроде все понятненько. Значит, переходим дальше. У нас метка O-Packet. Давайте представим, что мы сдвинулись с места и на сервер начался отправляться пакет, пакет PlerSync, который отвечает за синхронизацию нашего игрока. Значит, вызывается данная метка и дальше я поставил обкод 0BE5. Дан обкод имеет два параметра. Что он делает? Он получает различные параметры из хука. То есть, там есть несколько параметров. Я их здесь, по-моему, не расписал, к сожалению. Ничего, чуть попозже я их выложу в описании. Или же где-нибудь, короче, присун эту хуйню. По большему счету, вам нужно всего два параметра. Я, в принципе, другими никогда не пользовался. И, наверное, думаю, что вы тоже ими пользоваться не будете, потому что вы смотрите меня. Значит, если я этого не делаю, скорее всего, вы тоже этого делать не будете. Хотя это не очень правильная логика, но все-таки как-то так. На практике так и бывает. Значит, обкод имеет два параметра. В первый параметр, собственно, будет приходить указанное значение, которое получается из хука. В данном случае я с помощью обкода 0BE5 получаю пакет, точнее, его ID, который я отправил к серверу. Я получаю ID пакета и записываю его в переменную 0. Все, обкод выполнился, скрипт идет дальше. Я оставлю проверку. Если в переменной 0 находится значение 207, то скрипт продолжается. Откуда я взял 207? Это пакет PlayerSync. Вот он. И пакет PlayerSync – это синхронизация нашего игрока. Он имеет ID 207. Он всегда 207. Он не меняется. Он может поменяться, если только сам пообновиться. А по большому счету, по стандарту, он имеет ID 207. Где вы можете найти, собственно, ID разных пакетов. Вот они все написаны. Вот структура пакетов. И вот видите, пакет WeHisselSync имеет ID 200. Давайте найдем пакет PlayerSync. Вот он имеет ID 207. То есть вы можете просто посидеть здесь, почитать. И, я думаю, здесь все предельно ясно и понятно расписано. Давайте представим, что проверка вернула нам True. То есть, правда. То есть, на самом деле, то, что в переменной 0 сейчас находится 207, значит, только что на сервер мы пытаемся отправить пакет PlayerSync. То есть, мы пытаемся синхронизироваться с сервером. Если это так, то мы продолжаем. Пока что я не буду говорить, что будет в ином случае. Я чуть расскажу об этом попозже. Итак, мы начинаем отправку пакета PlayerSync на сервер. И до того, как он отправится, нам нужно все это прохукать, все это прочитать, все это узнать. Что там отправляется, просто ради нашего интереса. Либо мы можем что-то записать, чтобы отправить на сервер уже измененные данные. Вот. Я буду лично читать, вы можете делать что вам угодно. Значит, перед тем, как начать что-то делать с полученным пакетом, точнее, с его данными, нам нужно получить BitStream. В принципе, это один из способов, как взаимодействовать с данными, которые отправляются на сервер или же принимаются, да, независимо, не имея значения, это RPC или пакет, нам нужно работать с BitStream. Есть еще один способ, он более нубский, скажем так. Он получает, собственно, уже все данные без всяких BitStream. То есть там уже есть специальный обкод. А потом с помощью обкодов для работы с памятью, например, обкод работы со структурами, вы можете все это вручную там по оффсетам читать. Это все очень неудобно. И не всегда, ну, скажем так, это некрасивый код. Красивый код – это когда вы делаете все по обкодам, которые специально для этого рассчитаны. Лично я буду делать по-красивому. По-некрасивому я вам показывать, наверное, скорее всего, не буду, потому что не хочу, чтобы вы говнокодили, хочу, чтобы вы писали красивый код. Так, я получаю BitStream. Опять же, использую обкод 0BE5, как и здесь. Использую обкод 0BE5 и записываю, опять же, в переменную 0 BitStream. То есть я получаю таким образом структуру BitStream. Что мне делать с этим BitStream? Собственно, в этом BitStream хранятся все наши данные, которые мы хотим отправить на сервер. То есть, если логически подумать, если мы будем изменять BitStream, то мы изменим данные, которые отправляются на сервер. Логично, понятно. То есть, если мы попытаемся до того, как пакет отправится на сервер, поменять какие-то там данные и потом уже его отправить, то отправится измененный пакет. То есть мы сделаем так, чтобы сервер думал, что мы находимся, например, в другом месте. Но большинство таких скриптов, например, невидимка или плагин скрипт не имеет значения, который позволяет изменить расположение нашего тела чуть-чуть в другом месте. То есть мы будем вроде стоять в одном месте, а сервер будет нас видеть в другом месте. И таким образом игроки тоже будут видеть нас в другом месте. Все это сделано на хоках. И вот сейчас мы будем пытаться все это разобрать. Давайте представим, что я получил битстрим, и все это у меня записано в переменной 0. Что я делаю дальше? Дальше я, в принципе, вот этот код, вот этот код и вот этот код, он не всегда обязателен. Сейчас я поясню. Значит, для того, чтобы сделать все очень грамотно, надо, собственно, оставить все по стандарту. То есть, как же это вам попроще объяснить? Вот эта вот очень сложная часть хука, за которую я, в принципе, всегда и не мог разобраться. У меня всегда были с этим проблемы. То есть я не мог ни у кого спросить, потому что в свое время, когда я изучал хуки, о хуках практически знало, ну, человек максимум 10. Представляете, да, 10 человек, и никто из них практически мне ничего не объяснял. Мне приходилось все это делать самому. Вот. Скажите спасибо Фипу за то, что он мне все-таки очень большое количество времени помогал во всем. Что я у него спрашивал? Респект и уважуха тебе. Фип. Ну что ж, небольшое отступление было. Давайте попробую вам объяснить, что это такое. Значит, апкод 0BF2 и 0BF1 позволяют получить текущее смещение в битстриме. Этих смещений бывает всего два. Первое – это смещение для чтения. Второе смещение – это для записи. Что это такое? При отправке пакета на сервер, да, например, или же получении его сервера, да, не имеет значения. Сейчас будем говорить просто о хуках. У битстрима есть такая особенность, то есть у него есть смещение. Зависимость этого смещения зависит от количества данных, отправляемых на сервер и принимающих, которые вы принимаете с сервера. То есть это, я сейчас говорю о хуках, а не конкретно о пакетах. Вот. Это смещение зависит от того количества данных, которые вы будете отправлять или же будете получать. Вот вникните в эти слова. Если там, например, будет смещение, не соответствующее структуре битстрима, то отправятся не все данные. Скорее всего, у вас сервер просто кикнет, потому что структура, отправленная на сервер, будет неверна. А неверная структура, скорее всего, у вас кикнет просто сервер, потому что сам не может ее прочитать, она кривая, косая. То есть все сделано неправильно. Все сделано неправильно, и сам не может все это обработать, и он вас просто посылает нахуй, типа, иди учись скриптингу, чувак. Ты долбоеб. Ну, как-то вот все вот так. Я пытаюсь просто объяснить. Для того, чтобы не возиться особо со смещениями, с чтением записи, я вот обычно делаю вот так. Я перед тем, как начать что-то изменять в структуре битстрима, получаю все текущие смещения, и делает это с помощью двух обкодов. Первый обкод это 0bf2, второй 0bf1. Первый получает смещение для записи, а второй, ой, первый получает смещение для чтения, да, данных, а второй получает смещение для записи. Вот. Я их получаю, записываю первое смещение в переменную 1, а второе в переменную 2. Все очень просто пока что. Но вот эта тема, вот, скорее всего, вот эту часть вы поймете не сразу. Это нужно просто уже играться с хуками, и тогда со временем вы начнете это понимать. Но не расстраивайте, сейчас я буду вам показывать, как читать, может быть, вы поймете. Я здесь много чего написал, и вроде бы написал все понятно. Итак, давайте начнем приступать, собственно, к чтению. Вот теперь самое интересное. Собственно, что вы так долго ждали. Итак, как видите, прежде чем я начал что-то читать, все чтение происходит с помощью обкода 0BE7, то есть чтение по умолчанию используется 0BE7. Есть еще один обкод, который позволяет читать массив данных, но о нем чуть попозже. Это уже более сложная тема, и по большому счету нам сейчас это все не нужно. На самом деле, для работы с битстримом в плагине самфанкс предусмотрено огромное количество разных обкодов. То есть видите, их очень много. Можно даже написать вот... Ну, ебаный рот, а... Ну как же я все это ненавижу? Ну, блядь, уедина... Какое же это издевательство? Так, аккуратно. Вот. Всего их существует 25 обкодов. То есть есть очень большое количество. Все их... Они очень... Все эти обкоды очень важные, но по большому счету все это не нужно, потому что в большинстве случаев можно обойтись всего несколькими обкодами, которые выполнят задачу многих других обкодов. Вот. Ну, я не думаю, что это вам особо важно знать, но я не хочу просто вас сейчас пугать, пытаюсь вас как-то подбодрить, что ли, и что это не настолько сложно, как вы можете подумать. Ну да, в общем. Значит, прежде чем я начну что-то считывать, я должен установить смещение. Как я уже говорил про эти вот смещения. Так как я буду считывать данные, то я должен изменить смещение для чтения. Вот. Изменяется смещение для чтения с помощью обкода 0BED. Он позволяет установить смещение... Он позволяет установить для чтения новое смещение. И при указании этого смещения я начну делать считывание с данного смещения. Смещение, 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 да. Я знаю, это слово, наверное, уже вас заебало, но как-то это очень сложно объяснить нормальным языком. Это надо просто как-то, знаете, уловить. Уловить это надо. Значит, так. Давайте я вам попробую еще раз объяснить, чтобы вы это все поняли. Прежде чем я начну что-то читать, я не могу сделать просто считывание в любом месте. То есть обкод 0BE7 не поймет, что я хочу считать. Ему нужно помочь. Помочь ему можно с помощью обкода 0BED. Обкод 0BED позволяет указать, с какого места начать считывание. Вот. Наверное, будет так правильно объяснить. Вот. Я ему указываю, что надо считать 312-го места. То есть я сейчас попозже расскажу, что такое 312. Пока что просто слушайте. Я показываю обкоду 0BE7, что нам нужно читать данные с 312-го места. Вот. В принципе, этого достаточно будет, чтобы понять. Теперь давайте я прочитаю вам то, что я здесь написал. Устанавливаем новое смещение для чтения. Смещение указывается в битах, а не в байтах. Запомните это. Это очень важно. Вам нужно будет переводить смещение в структуре. Вот они. Вот эти цифры. Плюс 24, 36 и так далее. Под каждой структурой, пакетом и так далее. Написаны эти смещения. Но они указаны здесь в байтах. Вам нужно будет все это перевести в биты. Как это переводить все, я прочитаю вам прямо сейчас. Смещение указывается в битах. Еще раз повторяю. Запомните, это очень важно. Если вы будете указывать здесь значение в байтах, то у вас все пойдет по пизде. И нихуя вы правильно не прочитаете данные. А в худшем случае вас крашнет игра. Или же просто вас кикнет сервер. Вам это не нужно. Вам нужно делать все правильно. Поэтому очень важно вот это знать. В данном обкоде, в обкоде 0BED, данные устанавливаются в битах. Запомните, в битах, а не в байтах. Читаю дальше. 1 байт равен 8 битам. Это важно для математических вычислений. Это будет очень важно. Поэтому запомните это. В принципе, посчитать несложно будет. Можно использовать Google, чтобы быстрее переводить значения. В данном случае, как я уже говорил в самом начале видео, я буду считывать скорость движения нашего игрока в хуке. То есть я буду все это хукать, получать данные, которые отправляются на сервер, все это выводить в чат и так далее. Поэтому давайте перейдем в структуру пакет PlayerSync. Как видите, вот эта большая структура. И в ней есть разные данные. Вот, например, эта позиция. Это квантерион. Квантерион это, знаете что? Это вот степень относительности вашего тела в пространстве. Как-то это все вот так. То есть каким боком вы куда смотрите. Это жизнь, это броня, это текущее оружие, текущее специальное действие. И вот, наконец-таки, пришло время до скорости. Вот, F-MoveSpeed. Естественно, чтобы понимать, что за что отвечает, нужно знать английский язык. Знать его нужно чуть выше, чуть ниже среднего уровня. Этого будет вполне достаточно. Может даже чуть выше низкого уровня. Вот, F-MoveSpeed переводится скорость движения. F отвечает за тип. F – это флот. Это дробное число или число с плавающей запятой или точкой, как хотите называйте. Вот, F-MoveSpeed и в скобочках написано 3. То есть здесь в данном байте, 38-й байт, есть три флота, которые отвечают за скорость нашего передвижения в пространстве. Первая – это, собственно, координаты нашего движения в пространстве, скорости по X, вторая – по Y и третья, наконец-таки, по Z. Вот, и как мы должны все это читать, вы спросите. Значит, что мы имеем? Давайте посмотрим, что у нас есть. У нас есть смещение в байтах, то, что нам нужно прочитать. У нас есть ID пакеты, у нас есть необходимые значения, то есть мы знаем, что мы хотим узнать, как бы показать все это скрипту. Переходим чуть выше. Переходим в обкод 0BED. Давайте прочитаем, что там я написал дальше. Смещение для FmoveSpeed, то есть для скорости, в байтах 38. Давайте спустимся вниз, чтобы вам нагляднее все показывать. Вот эти 38. Вот это значение в байтах, то есть это смещение для FmoveSpeed. Здесь указывается, я еще раз повторяю, в байтах, а не в битах. Не путайте это. Читаю дальше, где я там остановился. Смещение для FmoveSpeed в байтах 38. 38 байт – это 304 бита. Как я перевел, я сейчас буду читать дальше. Как я уже говорил в прошлых уроках, в структуре пакетов первый байт отвечает за ID пакета. Поэтому не забывайте прибавлять 8 бит к полученному значению, иначе вы считаете неверные данные. Помните, в самом начале, по-моему, в первом или втором, уже точно не помню, это очень давно было, туториум по установке хука, я говорил то, что в RPC первый байт не отвечает за ID пакета, а за ID RPC. А в пакетах первый байт в структуре битстрима всегда отвечает за ID пакета. Поэтому не забывайте, когда вы получите уже необходимый бит ваших данных, как это объяснить, не знаю, это очень сложно, не забывайте к нему в конечном итоге прибавить 8. 8, да, 8 это 1 байт, то есть это 8 бит. Значит, давайте попробуем сейчас все вам вручную показать, как я все получил, как я получил вот это ебаное 312, если у меня здесь написано 38, да? Вот. Все очень просто. Идем мы в наш любимый, он мне не открыт, да? Нет, не открыт. Идем в Google. Идем в Google, и здесь пишем следующую секретную фразу. Так, ударил микрофон. Sorry, если там какой-то громкий звук произошел. Пишем. Byte, Byte to Bit. Когда вы напишите это в Google, у вас откроется вот такой калькулятор, и здесь будет написано перевод как бы байта в биты. Что вы делаете? Вы открываете снова вашу структуру, находите, что вы хотите изменить, в данном случае, или прочитать, не имеет значения. В данном случае я буду читать скорость нашего движения в пространстве, в хуке. Я вижу, что смещение скорости в пространстве в структуре пакет PlayerSync это 38. 38, как я уже говорил, это значение в байтах. Пишем его сюда, и сразу получаем число. То есть 38 байт, это 304 бита. Что я делаю дальше? Я пишу, не забываю, не забываю прибавить сюда еще один байт. Как я уже читал вот здесь, после того, как мы получим наше значение, мы должны к нему прибавить еще 8. То есть, прибавить 1 байт. Пишем сюда не 38, а 39. Вот, запомните это. Это очень важно, люди. Если вы это не запомните, то у вас будет всегда неверное значение в хуке. Я с этим очень долго боролся. Я не знал, в чем дело, а потом мне все рассказали. Поэтому делюсь с вами вот таким вот секретом. Видим здесь 38, вместо 38 мы пишем 39, то есть, найдем больше. Всегда так делаете. И получаем заветное число. 312. Давайте проверим. Все правильно. У нас здесь 312. Все охуенно. Все охуенно правильно. И все вроде бы заебись. Это я вам прочитал. Давайте представим, что у нас все уже готово. Все у нас имеется. Нам остается только прочитать данные. То есть, мы указали, мы помогли обкоду 0BE7 узнать, в какое место, в какую жопу ему залезть и что из этой жопы ему вылезать, чтобы вывести все это в конечном итоге на экран. Ну, высрать. Вот. Мы ему помогли. Теперь ему надо, чтобы он помог нам. Вызываем обкод 0BE7. Данный обкод имеет 3 параметра. Первый параметр, собственно, данные, которые мы получим после чтения. Следующий параметр, это какой битстрим читать. Битстрим мы получали вот здесь. Он у нас находится в переменной 0. Не перезаписывайте его, иначе вы получите, у вас скрит пойдет по пизде, и все у вас накроется медным тазом. Значит так, я указываю здесь текущий битстрим, он находится в переменной 0. и наконец-таки третий параметр. Это достаточно сложный параметр, поэтому сейчас будем снова с вами вникать. Всего есть несколько параметров. Вот здесь мы их 7, да, 3, 6, 7, да, всего их 7. Вот. Какой выбрать параметр для нашего значения? Давайте спустимся опять в структуру. Давайте спустимся и найдем нашу FmoveSpeed. Как видим, FmoveSpeed имеет тип данных Float. Float это дробное число, как я уже говорил, это число с плавающей запятой, точкой, как хотите, называйте. Короче, это вот такое число. Оно может быть и таким, может быть и таким, может быть таким. Короче, это число с точкой, это не строка, это именно число. Ну, блядь, ну заебало эта хуйня меня уже. Так. Вот. Мы видим, что здесь дробное число. Давайте запомним, что у нас там дробное число и найдем здесь подходящий вариант, который мы подставим вот сюда. Каждый тип имеет свой ID. Все ID написаны вот здесь. Это название типов. Это сделано просто ради удобства. Можете писать здесь что угодно. Это просто комментарий, вам не обязательно написать. Вам главное написать цифру. Здесь, чтобы правильно считать, нужно поставить цифру 4. Почему? Давайте найдем цифру 4. Как видим, цифра 4 отвечает за дробное число, которое имеет 4 байта. Давайте спустимся вниз. Ну, где эта хуйня? Вот. Флот имеет размер 4 байта. Как я это узнал? Я перехожу вот сюда, нахожу здесь этот ебаный флот и вижу, флот весит 4 байта. Какая интересность. Флот весит 4 байта, иначе, что мы делаем дальше? Вот. Видим 4 байта, и число дробное. Подходит нам этот вариант? Правильно, подходит. Флот, это дробное число, правильно? То есть, это вот такое, как я уже показывал. Число дробное, правильно, подходит. И число весит 4 байта, то есть, флот весит 4 байта, да. Этот вариант, вот этот вариант, нам полностью подходит. Например, вот этот вариант нам не подойдет, потому что он имеет параметр только для целых чисел. То есть, это у нас не целое число, Это число дробное Целое число вот А вот это уже не целое число Это дробное Еще раз говорю Дробное, целое Целое, дробное Запомнили? Окей, идем дальше Удаляем эту хуйню В принципе, вы можете прочитать про другие значения Но сейчас я об этом останавливаться не буду Я уже вам объяснил, за что отвечает В принципе, вы, если не знаете, какой тип выбрать Вы можете немножко погуглить И узнать, какой тип подходит под ваши параметры Я выбираю четвертый тип Потому что четвертый тип отвечает за флот Дробное, 4 байта Подходит Пишу сюда Значение 4 И давайте прочитаем, что произойдет после выполнения данного обкода Я читаю то, что я написал Читаем данные по указанному смещению Указанному смещению Вы спросите, а где я его указал? Ну, в принципе, многие, наверное, уже догадались, где я его указал Вот оно, 312 То есть я вот читаю данные Размером 4 байта По указанному смещению То есть в данном случае у меня смещение 312 Читаю дальше Читаю данные по указанному смещению После учтения данных обкодом 0BE7 Вот этот обкод Смещение для рида изменится В зависимости от типа Это очень важно запомнить Давайте я попробую это объяснить Вот как видите Здесь у нас сейчас 312 Если мы выполним данный обкод То смещение у нас станет Сколько там? 344, да? Да Вот Когда вы выполните данный обкод То есть обкод 0BE7 после выполнения Устанавливает новое смещение Данное смещение зависит от типа Который вы здесь укажете В данном случае я указал четвертый тип То есть это флот Если перевести флот То есть он весит 4 байта в биты То получится 32 То есть 1 флот в битах Это 32 бита Да Как-то так Значит еще раз Прошу прощения Уже полчаса разговариваю Горво болит Да На чем я там остановился? Я остановился на смещении Смещение это очень важная штука в хуках Поэтому никогда не путайтесь Это надо просто понять И сейчас кажется, что это очень сложно На самом деле, когда вы уже надрочитесь Это все делать У вас это пойдет как по массу Это на самом деле очень просто Надо просто привыкнуть Привыкаете И все Вы мега каухакер И идем дальше Значит читаем значение Которое мы хотим получить И после того, как данный обкод выполнится Он запишет смещение новое То есть нас будет уже не 312 К 312 прибавится 32 Почему 32? Вот сейчас я попытаюсь объяснить Наверное, многие уже поняли Флот весит 4 байта 4 байта это 32 бита То есть 312 делаем плюс 32 И получаем новое смещение То есть там будет 344 То есть после выполнения данного обкода Смещение будет уже не 312 А 344 Потому что данный обкод После того, как считают данные Он запишет новое смещение Запомните это Это очень важно, люди Я с этим очень много не мог разобраться Я сейчас объясняю простым языком В свое время мне никто так и не объяснял Поэтому ловите то, что я вам даю И цените это Как зеницу ока Так На чем я там остановился читать? Вот Я остановился на том, что это очень важно запомнить Это действительно очень важно запомнить Потому что это основа хуков Если вы это поймете То все Вы разобрались с хуками И вы большой молодец Вы можете теперь хукать что угодно Читаю дальше В данном случае Смещение рида изменится с 312 на 344 Откуда 312? 312 я указывал сам То есть я нашел Все это вычислил Все прибавил Все рассчитал Получил 312 После того, как выполнится данный обкод Смещение станет не 312, а 344 Почему? Я уже объяснял Не буду повторяться Просто скажу Потому что здесь тип флот Флот 4 байта 32 делает 312 плюс 32 Получаем 344 Так как мы указали тип чтения флот Мы получили значение 344 в битах Флот весит 4 байта А 4 байта 32 бита 312 плюс 32 Получаем 344 Думаю, здесь все ясно То есть после выполнения данного обкода Мы получаем определенные значения В переменную 3 Но когда обкод выполнится То есть мы уже данные получим Мы получаем новое смещение Если вы неправильно все это будете рассчитывать То вы получите неправильные данные Запомните это То есть смотрите Здесь мы выполняем Давайте я так сделаю Здесь будет 312 Здесь будет 344 Правильно? Я считаю Не запутаться сейчас Да, 344 А после выполнения 344 Будет уже 408 Вот Попытайтесь разобрать Все очень просто Здесь К 312 просто прибавляется 32 Прибавляю 32 Прибавляю 32 Прибавляю 32 В конечном итоге у нас получается Блять, заебала эта хуйня 408 Давайте прочитаем второй обкод После выполнения этого обкода Смещение будет уже не 344 Которое было вот здесь Да? Вот А уже будет 376 Почему? Потому что 344 плюс 32 32 это 4 байта Это размер флота Переведенный в биты То есть 4 байта Это 32 бита Мы получаем 376 344 плюс 32 Равняется 376 Так, я что-то здесь напортачил Что я нахуячил? Стойте, стойте, стойте Здесь будет 376 Я уже запутался Вот Это после выполнения вот этого обкода Уже будет у нас там 408 То есть вот здесь уже будет Вот здесь уже будет Сейчас 408 Значит, смотрите 312 344 376 То есть Это 312 Это Координата x Скорость по x 344 Это координата y 376 Это координата z То есть Это все Вот этот ебаный F-move speed Видите, в скобках написано 3 3 Это В скобках в c++ Используются массивы Массив в c++ Указывается вот так То есть в скобках Это означает, что Здесь не один move speed А их целых 3 То есть x, y и z Вот И каждый из них весит 4 байта То есть Здесь надо Здесь будет 96 битов То есть Это 32 Плюс 32 Плюс 32 Один Флот Как я уже говорил Весит Блядь, я уже Мозги у меня плывут Флот весит 4 байта 4 байта Это 32 бита Запомните это Это очень важно Люди Флот 4 байта Если перевести 4 байта Давайте я вам даже Покажу, наверное Вот Переводим с помощью Гугла Получаем 32 Если я сделаю Здесь, например 8 Уже получу 64 Если я здесь Сделаю 12 То получу 96 То есть 3 флота Это 96 бита То есть 12 байт Это 96 бит Это я понимаю На первое время Это пиздец Как сложно Наверное Вы сейчас уже Просто в слезах Плачете То, что хуки Это полный пиздец И это невыполнимая миссия На самом деле Нет Люди Вы просто привыкнете Я вам говорил То, что хуки Это сложно Но на первое время Когда вы к этому Привыкнете Вас пойдет Как по маслу Вы будете просто Купаться Знаете Такие вы крутые Вы сумели С найти хук Еее Матафака Бич Ладно Окей Давайте Немножко Передохнули Идем дальше Мы прочитали Три параметра Это координата Скорости x Это координата Скорости y Это координата Скорости z Мы получили Все необходимые данные И записали их В переменные В данном случае Это переменные 3, 4 и 5 Что мы делаем дальше Дальше Мы можем делать Что угодно В качестве примера Я буду все это Вводить в чат Делаю я это С помощью обкода 0AF8 Ввожу Три значения Вот переменная 3, которая получала Вот здесь Вот переменная 4 И вот переменная 5 Переменная 3 имеет Значение x Переменная Y Ой, переменная 4 имеет Значение Y А переменная 5 имеет Значение Z Ввожу все Необходимые данные Когда я все это Выведу На этом мы еще Не заканчиваем Мы должны Восстановить Собственно Наше смещение Чтобы все это Не было В бардаке То есть я вам Об этом говорил В самом начале То есть я Делаю чистый Hook Чтобы там Ничего не перепуталось То есть после Выполнения Давайте я вам Сейчас объясню Видите Мы здесь Устанавливаем Своё значение Для Оффсета До того Как мы его Установили Там уже было Какое-то значение Установлено В принципе Чтобы это значение Не изменить Чтобы было Все так Как мы Отправили Серверу Я все Это восстанавливаю То есть я Вот здесь Получил То есть у меня Здесь какое-то Определенное Смещение Вы можете Вывести Его И посмотреть Какое Там будет Вот Я все Это Дело Получаю В переменные Потом Здесь Я с этими Смещениями Играюсь Выполняю Ратные Действия Вот эти Смещения Видите Они меняются Здесь Везде Чтобы потом Все это Дело Восстановить Как было Я Восстанавливаю Их С помощью Обкода 0BED И 0BEC Первым Я восстанавливаю Это read А второй Это write В принципе Если вы не трогали Значение Смещения Для write То есть для записи Вы можете Это не делать То есть вы можете Это закомментировать И оставить так В данном случае Эти обкоды Нам в принципе Не нужны Но я их По стандарту Использую Потому что я уже Так привык Но Если вы будете Хотите вообще Качественный скрипт То вам это Делать не нужно То есть я Изменял только Оффсеты Для записи То есть для чтения Поэтому Это Эти обкоды В данном случае В данном случае Не обязательны Но я их оставлю Просто в качестве примера Я их добавил Чтобы немножко Было понятнее Вот Давайте Представим Что мы все это Восстановили Вот Восстанавливаем Значение для read Вот оно Вот здесь я получал Его Здесь я его восстановил Потом для write Я вот здесь получал Здесь я его восстановил Как я уже говорил Для write В данном случае Делать не обязательно Потому что значение write Я здесь не менял Я менял значение Смещение только для Рида Для То есть для чтения Так ребятки Думаю на этом Все Все Мы заканчиваем Наши условия Которые я вот здесь Вставил В самом начале видео Заканчиваем его И идет Последний обкод Последний обкод Это обкод 0bE0 Он отвечает За отправить Текущую Текущую Уже сколько пизжу Здесь уже 41 минута Блядь Я не думал Что так долго Будут записывать Но хуки Я говорил Что сложная тема Но Рассказал Я это сделал Значит Давайте еще расскажу Если обкод 0bE0 Имеет два параметра Нет Он имеет один параметр Но вы можете указать Здесь одно из двух Либо true Либо false Если вы напишите true То Сервер схавает Ваш хук И все это отправится На сервер Если вы здесь Напишите false На языке Более прошаренных Это будет понятие Nope То есть вы Занопите Отправку пакета То есть Сервер не будет Знать где вы находитесь Вы просто будете Стоять в АФК Хотя Вы будете бегать Но все игроки И сам сервер Будет видеть вас в АФК То есть вы как бы Невидимы для игроков Вот Ну вот так Многие Скрипты сделаны Кстати Ну в общем Не буду в это углубляться Не буду палить контору С наших скриптеров Ну что же Давайте я вам продемонстрирую Наконец-то Всю эту хуйню в игре Компилирую эту хуйню Захожу в открытую игру Она у меня уже пиздец Сколько времени здесь открыто Давайте я вам Нормально ее Открою И что мы видим в чате Видим что хук Отлично работает Давайте попробуем сдвинуться И как мы видим При движении Меняется скорость Вот Видим первое значение Это координата x Вторая это y И последняя z В данном случае Z 0 Потому что у меня Как бы Я сейчас не прыгаю И никуда не лечу Если я сейчас прыгну Смотрите Третье значение Поменяется Прыгаю Как видели Третье значение Поменялось Значит мы все сделали Правильно Все охуенно Видим мы стоим Значение 0 Двигаемся Скорость меняется Давайте попробуем Медленнее пойти Видим значение Стали помедленнее Вот Здесь если мы Начнем бежать Если совсем быстро Побежим То уже будет За 20 Если мы просто бежим Где-то 15 11 А если я просто иду То вообще 3 2 Вот такие вот дела Ребятки Вот так вот Читаются значения Хука Естественно Если я сейчас Я сейчас спалю Конечно же Свой проект Ну ладно Так уж и быть Давайте я вам покажу То что Если сейчас я Запишу сюда Другое значение То есть я Сделаю так Что все игроки Будут видеть Как я ношусь По карте Как бешеный То есть у меня Будет огромная скорость То есть я Вместо записи Я просто делаю Врайт То есть я здесь Все меняю на Врайт Пишу то же самое Смещение 312 Все это вместо Рида я пишу Врайт Записываю Определенную скорость Которую хочу Использовать Если я все это Сделаю То значение Будет мои уже Не какие вы Только что видели А вот Такие Огромные Значения В данном случае Это диапазон Флота То есть это Максимальное значение Для флота Убираю И видим Что у нас Снова 0 И при движении У нас все Охуенно И заебато Я думаю На этом можно Заканчивать Закрываем Эту ебаную игру Нахуй Закройся Нахуй Все отлично Игра съебалась Так Давайте Заключение Теперь Заключение Что я могу сказать Если вы Осилите эту тему Ребятки Вы будете Достаточно Продвинутым Скриптером В сфере Сампа И будете Много чего Знать В принципе Не только В Сампе Это будет полезно Во всем Это будет полезно Знать Вообще Вы научитесь Работать со структурами Вы научитесь Правильно работать С переменными Научитесь правильно Высчитывать Значение Будете знать Размеры Диапазоны В общем Все это Очень важно В программировании Будет вам Очень поможет В будущем Поэтому Изучайте Хуки Это вам Очень поможет Это принесет Большой Вклад Ваше Умение Программировать Весь код Я оставлю В описании Как обычно Я это делаю Все полезные Ссылки Также будут В описании На этом Я наверное С вами прощаюсь Ребятки Всем спасибо За просмотр Ждите меня Как можно скорее Если мне не будет лень Я сниму новое видео Как я обычно Это говорю А потом на месяц Пропадаю Если что Ищите меня На сайте Блазхака Думаю Многие Меня там знают И Если что Пишите Я там отвечаю Людям Которые нуждаются В помощи И естественно Если вопросы Не совсем Тупые На совсем Тупые вопросы Я думаю Отвечать Никто не будет Потому что Я уже Много чего Объяснял Много чего Рассказывал Если вы Не слушали меня То это ваши проблемы И повторяться Как я уже говорил Раньше Я не буду Потому что Меня это заебывает Я не могу Постоянно всем отвечать Одно и то же Что я уже Тысячу Сто пятьсот раз Я вам уже Объяснял В моих видео Вот ребятки На сорок пять минут У меня вышел Мой монолог Надеюсь Вам было приятно Меня слушать Еще раз Всем спасибо За просмотр Оставляйтесь на связи Как можно Скорее увидимся Ждите новое видео Хуки еще не закончились Я буду еще показывать Запись Буду показывать Как хукать Входящие пакеты Входящие пакеты От исходящих пакетов Кое-чем отличаются Я покажу это Чуть попозже Входящие пакеты Хукать Немножко сложнее Чем исходящие Но Не бойтесь Если вы Осилите это Поверьте мне Осилить это Очень сложно То Вам Не составит труда Осилить И входящие пакеты Все Ребятки Всем спасибо За просмотр Ставьте лайки Подписывайтесь на канал Как обычно В общем Делайте Как вам угодно Всем удачи И до новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok